Порода охотничьих собак, выведенная в 19 веке для любимой забавы английских охотников — охоты на лесу. Позже стали использоваться для травли других норных зверей. В настоящее время их все чаще содержат в качестве компаньонов. Эти собаки обладают сумасшедшим темпераментом и безумной отвагой. Отлично приживаются в городе, но крайне задиристы с себе подобными и опасны для мелких домашних животных. Основные моменты и интересные факты. Жесткошерстный фокстерьер был признан Ассоциацией ЭК в 1885 году вместе с 14 другими породами. Хотя скрещенные гладкие фокстерьеры и жесткошерстные фокстерьеры считалось одной породой в течение многих лет, в начале 1900-х годов оно прекратилось. Однако, за исключением шерсти, эти две породы практически идентичны. Хотя жесткошерстный фокстерьер является более поздним, чем гладкошерстный фокстерьер, изображения собак подтверждают, что обе разновидности шерсти существуют с середины 18 века. Первоначально проволочный фокстерьер был выведен для того, чтобы уходить в землю, чтобы выгонять мелкую дичь из логова. Жесткошерстный фокстерьер произошел от грубошерстного черно-подпалого терьера и использовался для охоты на лисиц. Жесткошерстный фокстерьер отличается выносливым телосложением и самоуверенным характером. Энергия жесткошерстного фокстерьера безгранична. Вам как хозяину такой породы придется находить пути высвобождения этой энергии. История породы. Жесткошерстный фокстерьер был выведен в энтузиастами охоты на лис и, как полагают, произошел отныне вымершего черно-подпалого рабочего терьера с грубой шерстью изуэльса. Считалось, что эта порода была выведена для того, чтобы загонять лис в их норы. Короткие, сильные, обычно купированные хвосты собак использовались охотникам, чтобы вытащить их обратно. Хотя говорят, что королева Виктория владела им, а ее сын и наследник, король Эдуард VII, владел жесткошерстным фокстерьером по имени Цезарь, порода не была популярна в качестве домашнего питомца до 1930-х годов, пока не появилась серия художественных фильмов «Худой человек». Аста, собачий представитель семейства Чарльз, была жесткошерстным фокстерьером, и популярность этой породы резко возросла. Милу из комикса «Приключения Тинтина» тоже представитель этой породы. В конце 20 века популярность породы снова снизилась, скорее всего, из-за изменения условий жизни в западном мире и сложности содержания охотничьих терьеров в городах из-за их сильных охотничьих инстинктов. По состоянию на 2019 год, фокстерьер получил больше титулов на выставках Вестминстерского клуба собаководства, чем любая другая порода. Матфорд Вик – жесткошерстный фокстерьер, одна из пяти собак, неоднократно побеждавших на выставке Вестминстерского клуба собаководства. Она выиграла соревнования дважды в 1915 и 1916 годах. Единственной собакой, побеждавшей в нем больше раз, был Уоррен Ремеди – гладкий фокстерьер, который выигрывал его трижды в период с 1907 по 1909 годы. Внешний вид. Размер жесткошерстных терьеров ниже среднего, но собаки этой породы обладают достаточно большой физической силой относительно размера. Окрас шерсти чаще всего бывает белый с или палевыми отметинами, сама шерсть короткая. По стандарту, рост жесткошерстных терьеров не превышает 39 см. Идеальный вес в выставочной кондиции – 8,25 кг для кобеля и немного меньше для суки. Следует отметить хорошее атлетичное телосложение этой породы. Выделяются сильные задние конечности, благодаря которым жесткошерстные терьеры могут совершать высокие прыжки. Продолжительность жизни породы более 15 лет. Отличительные черты характера. Двумя наиболее отличительными чертами жесткошерстного фокстерьера являются его энергия и интеллект. Он имеет низкий порог скуки и требует стимуляции, упражнений и внимания. Жесткошерстный фокстерьер – животное компаньон, требующее почти постоянного внимания. Собака должна быть бдительной, быстрой и готовой быстро и с энтузиазмом реагировать. Однако они также должны быть дружелюбными, общительными и игривыми, если получают надлежащий уход и упражнения. Выведенные как независимые мыслители, они способны тактически маневрировать. Часто жесткошерстного фокстерьеров бросают потому что собаки порой бросаются в погоню за автомобилями, велосипедами, другими собаками или атакуют других животных, включая домашних кошек и других собак. Но на самом деле это нормальное поведение для породы, предназначенной для охоты не только на лисиц, но также на барсуков и кабанов, не боясь коров или автобусов больше, чем мелкой добычи. Содержание одного в качестве домашнего животного требует твердого контроля, чтобы перенаправить эти инстинкты добычи и предоставить собаке достаточно упражнений и развлечений. Под тщательным присмотром жесткошерстные фокстерьеры могут быть забавными, интересными и долгоживущими животными компаньонами. Содержание и уход. Жесткошерстный фокстерьер будет хорошо себя чувствовать на качественном корме для собак. Любая диета должна соответствовать возрасту собаки. Некоторые собаки склонны к полноте, поэтому следите за потреблением калорий и уровнем веса вашей собаки. Лакомства могут быть важным подспорьем в тренировках, но их слишком большое количество может вызвать ожирение. Проконсультируйтесь с ветеринаром, если у вас есть какие-либо опасения по поводу веса или здоровья вашей собаки. Чистая свежая вода всегда должна быть в миске. Стрижка жесткошерстного фокстерьера может потребовать огромных затрат времени и усилий в зависимости от того, что вы планируете делать со своей собакой. Если вы будете показывать его на мероприятиях, вам нужно будет научиться вручную стричь его шерсть или регулярно платить кому-то другому, чтобы тот делал это за вас. Тем не менее, домашних животных, не участвующих в выставках, можно стричь дешевле и реже стрижкой, похожей на выставочную. Когти следует подрезать ежемесячно, уши следует проверять еженедельно, а излишки серы и мусор следует удалять, чтобы избежать ушных инфекций. Как и большинство терьеров, жесткошерстный фокстерьер требует хороших физических упражнений. Долгие прогулки со своим хозяином, погони за теннисным мячом на заднем дворе или игра на большой, надежно огороженной территории, все это отличные способы тренировать вашу собаку и поддерживать ее умственно и физически. Никогда не позволяйте вашему жесткошерстному фокстерьеру убегать от поводка, так как он, скорее всего, забудет все тренировки, если увидит маленькое животное, которое воспринимает как добычу. Дрессировка жесткошерстного фокстерьера требует последовательности, терпения и отличного чувства юмора. Веселые и беззаботные собачки, они очень умны, но также в некоторой степени независимы и быстро устают, поэтому тренировки должны быть веселыми и интересными. Они хорошо реагируют на положительные методы тренировки и отключаются при жестком обращении и вообще не поддаются при таком грубом методе обучения. Они прекрасно подходят для участия в соревнованиях, требующих ловкости, скорости и интеллекта. Здоровье. Жесткошерстные фокстерьеры обычно являются здоровыми собаками, и ответственные заводчики проверяют свое поголовье на наличие таких заболеваний, как глазные заболевания, катаракта, первичный вывих хрусталика и глаукома, вывих надколенников, дисплазия локтей и бедер, а также неврологическое состояние, известное как походка воблера. Рекомендуемые тесты здоровья от национального породного клуба вклеучучую два теста. Кардиологический тест и оценка надколенника. Цена. Цена на щенка составит от 700 долларов и до 3000 долларов или даже больше на жесткошерстного фокстерьера с лучшими породными линиями и превосходной родословной. Средняя стоимость всех проданных проволочных фокстерьеров составляет 900 долларов. Итог. Жесткошерстный фокстерьер R – порода собак, одна из многочисленной группы терьеров. Порода признана многими организациями. Восхитительные домашние животные для семей, которые ищут веселого, дружелюбного компаньона. Как терьеры, они обладают типичной независимостью и охотничьим инстинктом этого дерзкого собачьего клана. Они умны и общительны. Тренировка может быть проблемой, но ни в коем случае не невозможной. Превосходные спортсмены, прирожденные комедианты и очаровательные соседи по дому.